Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение Voxel Tycoon. На самом деле, мне есть подозрение, что мы сегодня завершаем, потому что последний пункт у нас сейчас по списку, но мне вот подсказали в комментариях, что есть еще один, и я не знаю, как пойдет. В общем, давайте сделаем так. Сегодня мы, как минимум, займемся с вами микросхемами, ну а уже после них будем смотреть, что там игра нам предложит. Поехали! Что у нас тут происходит со слитками? Я так понимаю, их катастрофически не хватает, или все-таки с ними нормально все? Ну, более-менее, более-менее, постоянно что-то сюда приходит. Конвейера как бы не справляются, да, то есть, может быть, даже здесь есть смысл добавить еще один коннектор, и, соответственно, еще один конвейер. Ну, можно просто бахнуть вот сюда, и бахнуть вот сюда. Да, блин, а почему-то сюда не бахает. Не понял, не понял, в чем прикол. Ну-ка, подожди, давай вот так сделаем. Нет, ну, конечно, здесь надо в другую сторону это все осуществить. Все, я думаю, сейчас пошустрее сюда поедут слитки, потому что вот здесь они стоят тупо в очереди, и мы как бы по факту ничего не производим, едет только с одной стороны. Надеюсь, что склад сейчас подзаполнится, и все-таки здесь будет все хорошо. Меня не очень устраивает вот эта вот история, я не очень понимаю, почему она здесь образовалась. Здесь, возможно, здесь стоит все-таки подумать насчет того, чтобы переделать, да, то есть, как я и говорил, сделать отдельную станцию разгрузки, соответственно, немножечко вот эту разгрузить от того, что здесь сейчас есть, потому что постоянная пробка, ну и, соответственно, вот это предприятие поднимать. Насколько это нужно? Если честно, нахрен не нужно, поэтому я этим заниматься, конечно же, не буду, пускай будет что есть. Погнали заниматься микросхемами. Значит, что мы на данный момент с вами знаем? Мы знаем, что мы производим с вами вот здесь наши замечательные лампы, и мы знаем, что вот там мы производим наши замечательные колбы. В принципе, это все, что нам надо знать. Сейчас нам необходимо, предприятие обанкротилось и идет нахрен, сейчас нам необходимо это все дело соединить, да, значит, во-первых, мы не доделали с вами здесь производство. Давайте-ка поставим здесь, наверное, прессы, да, получается же так. Пресс же делает эту штуку, я не очень помню, но, по-моему, все-таки пресс. Будем делать по тому же самому принципу, сейчас я все проверю только. Ну да, один к двум. Слушайте, ну если один к двум, то по-хорошему здесь можно штучки 3-4 поставить и совершенно не заморачиваться, потому что, ну, потому что не надо нам это. Давайте сейчас попробуем что-то здесь провести, какую-то вот такую вот линию. Здесь мы сделаем как-то вот так, наверное. Ну и второй тоже запустим. А, если я запущу второй, тогда не получится, да? Нет, ну получится, я имею в виду, что будет тогда здесь идти отсюда, здесь идти отсюда. В принципе, тоже как вариант, но ладно, хрен ты с ним. Бахаем коннекторы, бахаем раз, бахаем два и, соответственно, подводим. В общем, у меня цель какая? Если мы сейчас с вами делаем микросхемы, после чего начинаем их продавать очень успешно, а я уверен, что это будет именно так, и у нас появятся какие-нибудь компьютеры, как мне говорили в комментариях, то мы, может быть, еще подумаем, потому что мне интересен этот вариант, но тогда игре нужно будет очень сильно обновиться в контенте, да, к следующему прохождению, потому что в целом мне понравилось, и я бы хотел посмотреть, что еще там появится интересненького. Ну вот я надеюсь, что из интересненького появится все-таки изменение вот этой истории с конвейерами, где надо нажимать на маленькие кусочки. Ну да ладно, все, в общем, дело запущено, остается только построить склады. Ну все, вроде поехало. Поехало потихонечку, сейчас здесь начнет набираться, и все у нас будет отлично. Единственное, что нам теперь надо сделать, это придумать, каким образом все довести. Но в целом я уже знаю, я, наверное, хочу все-таки поезд, и хочу сделать именно так, как я планировал. То есть мне сейчас здесь понадобится терраформинг, я хочу вот эту вот область выровнять до железнодорожных путей, и, наверное, даже выровнять два уровня, да, потому что здесь у нас все достаточно криво, то есть я имею в виду вот эту вот историю. По 31 миллион я трачу на вот эту штуку. Ну, чтобы вы понимали, такое когда-то нам даже не снилось. Ну а теперь нам это снится. Насчет вот этого, я думаю, что здесь будем убирать. Просто вот таким вот замечательным образом я потерял немножечко, нашел. Отлично. И давайте, наверное, начинать тогда, получается. Мы сейчас можем сюда приделать станцию с двумя платформами, да. Вроде как бы так по плану было. Какой длины? Ну, давайте 135 сделаем на этот раз. Да, вот так. И сделаем две платформы. То есть, соответственно, вот здесь у нас станция. Пройдет ли у меня вот там она? Железная дорога, я имею в виду. Да, наверное, пройдет. Слушайте, а хотя не знаю. Да нет, должна вообще пройти. Короче, вот здесь у нас будет станция. Здесь я что-нибудь придумаю. Не знаю, как насчет моста, но, может быть, вот здесь и выведу просто, чтобы не париться. Давайте тогда сюда сделаем еще что-то. Блин, а здесь такое расстояние. Может быть, оно того не стоит. Да, пускай катается на поезде, всяко будет быстрее. Здесь-то уж без поезда никуда, поэтому здесь поезд у нас точно появляется. Сейчас мы вот сюда все протянем. Все протянем вот сюда. И здесь надо думать про мост, да. Ну вот мы хотели где-то здесь мост приделывать. Давайте сейчас сначала с моста начнем, потому что не очень понимаю, как это все получается. Ну, все получается нормально. А теперь мы сюда поворачиваем. Да, мы сюда поворачиваем. И приходим туда, куда надо. В общем, мне нравится, да. Остается только дело за малым. Остается подвести рельсы вот сюда. Наверное, очень криво, но я здесь, с вашего позволения, париться не буду. Здесь история повторяется. Дайте нам сюда еще один мост. Мы сейчас его будем делать вот здесь. И у нас не получается. Наверное, потому что здесь перепад высоты. Гребаный мост. Ты не хочешь здесь строиться, получается, да. А если я тебя туннелем сейчас организую? Ну-ка, давай попробуем. Вот сюда вот тебя втыкаем. Втыкаем. И вот здесь мы тебя где-то выводим. Все. Вот так будет работать, да? Ага. Угу. А у меня вот здесь станция. Ну, ладно, это не проблема. Я станцию, если что, перенесу. Здесь у меня какой-то клочок остался. Так, нам куда? Нам вот сюда получается. Ну, значит, станцию я сейчас удалю и поверну. Гребаные туннели. Это вообще что-то с поездами. Я имею в виду с... Ну, вы поняли. Вот с этой всей историей. Ну, и чего? А хрен ли мы не прокладываемся-то? Я не понимаю. Дружище, в чем твоя проблема? Расскажи, пожалуйста. Я вроде делаю все вот так, как надо. Туннель. Справа, не слева. Не надо мне ничего. Ну, вот мы сюда подъезжаем. И вот мы сюда выезжаем. То есть, ты хочешь сказать, что здесь придется крюка давать? Ладно, без проблем. Деньги есть, но вы держитесь. Давайте попробуем. Значит, мы едем сюда и потом фигачим. Ну, конечно, надо же промазать обязательно. Потом фигачим вот сюда. Да, в целом, ну, я думаю, что здесь нечего мне объяснять вообще. Мы просто что-то строим. Просто куда-то вкладываем бабки. Этих бабок уже, ну, девать некуда. Понятно, что, скорее всего, будет еще один, так скажем, ресурс. Ну, проект, да. В общем, вы поняли, что я хочу сказать. Еще один рецепт сборки. Но посмотрим там уже. Может быть, мне будет просто-напросто лень, на самом деле, этим заниматься. Я пока не очень понимаю. Я думаю, что здесь надо построить четыре склада. Вот раз. Ну, соответственно, как бы через шифт надо, конечно же, строить. Два, три и четыре. Два из этих склада будут принимать лампочки. А два будут, соответственно, принимать плиты. Конечно, мы понимаем, что лампочки наполнятся буквально очень быстро. А вот с плитами чуть-чуть придется подождать. Но это не такая большая проблема. Я сейчас построю просто два депо, и мы запустим поезда. А какие вагоны у нас-то это все перевозят? Вот в эти, наверное, да? Можно засунуть доска. Да, нет, нельзя. Вот сюда может быть. Да, деревянный каркас. Да, железная плита. Вот нам таких вагончиков. Сколько я сделал? 135. Получается, можно побольше сразу взять с этой стороны. А там можно и поменьше взять. Ну, давайте сделаем вот 124, а вот так 139. Ну, значит, вот этот мы убираем. Замечательно. Покупаем за 70 лямов. Там что-то опять не приносит мне прибыль. Но, в принципе, мы уже привыкли. И говорим. А-а-а, погодите-ка, говорим. Мне, походу, придется здесь теперь настроить. Потому что у меня здесь два склада переплетаются. И я бы не хотел никакого конфликта. Не, ну то, что здесь у нас поезд поедет, это, конечно, вообще жестко. Но я имею в виду жестко, исходя из того, что здесь как бы, ну, такое расстояние. А мы поездами собираемся катать. Ну, и ладно, покатаем поездами, ничего страшного. Подключаешься? Блин, не подключается, да, почему-то, а почему? А вот так? А вот так подключается. Ну и все. Ну и хорошо. Давайте тогда купим здесь поезд другой и поменьше. Сделаем его, да? Это что у нас такое? А, это пассажирский. Ну, давай вот этот возьмем. Мы такой уже брали вроде, но я возьму еще раз его. Так, лампочки возите вы, да? Я правильно понимаю? Радиолампа. Все верно. Это такие же вагоны. Ну, давайте, я не знаю, возьмем вагончика 4, потому что с такой скоростью и с таким расстоянием больше просто не надо. Опять же, буду указывать везде лампы сразу, чтобы проблем не возникло, и поезд отправим. Ну, а я вижу, что первый поехал, полностью набитый. Ну, сейчас он мне из клады набьет. Ну, давайте тогда что-то строить здесь. Давайте смотреть вообще, как это все выглядит. Значит, у нас будет производство. Производство будет в мастерской, да? Входа 2, выход 1. Как лучше это сделать? А может быть, сделать это лучше будет, блин, я что-то не знаю даже, как лучше. Может быть, по моей старой проверенной схеме, да, как вам такая идея? То есть, я буду располагать, ну, вот начиная отсюда, например, потому что здесь уже выход будет, да? Через шифт, опять же, надо себе периодически про это напоминать. Вот таким вот образом какое-то количество этих мастерских, да? Ну, и, соответственно, этим мастерским мы говорим, что вы производите нам замечательные платы. Я, на самом деле, хочу еще технологию попробовать, потому что я хочу, потому что я хочу и потому что я могу. Давайте тогда здесь сделать выход, да? У нас будет раз-два, я думаю, что они будут вместе. И раз-два, чтобы не путать. Все, соответственно, здесь мы объединяем каким-то волшебным образом. Ну, не очень волшебным, но объединяем. Выпускаем вот сюда. Давайте сразу повернем все в правильную сторону. Все, у нас поехали здесь плиты. Здесь у нас поедут тогда микросхемы, да? Сейчас мы опять же будем все разворачивать по классике. Замечательно. Нет, не микросхемы, а лампочки. Ну, а теперь нужно все это приделать по всему уже известному плану. Так, ну, здесь пошла жаришка вроде. Пошли какие-то первые платы, и они уже здесь, да? Я так понимаю. Ну, все. Вот теперь, знаете, что-то я подумал, а не близко ли я слишком поставил. То есть я к тому, что... Ну, понятно, что здесь туннельчики будут, да? Здесь вопросов быть не должно. То есть вот здесь, а здесь снова туннель и так далее и тому подобное. Да нет, вроде нормально. Вроде все подключится. Потому что остается еще одна клетка, да, получается у нас. Не знаю, хватит ли этого количества, но если мы говорим про технологию, то может не хватить. Так, здесь, конечно, все криво, но ладно. В принципе, нас устраивает. Я думаю, что я сейчас с какой-нибудь стороны это все дело запущу. Наверное, так достой получается, так будет удобнее сделать. Да, и как раз, если что, в какую-то другую сторону пойти увеличивать производство. То есть вот так мы делаем. Здесь соединяем. Здесь осталось только направить, да? Вроде да. Ну и здесь, соответственно, все соединить. Ну, классический склад сейчас появится. Может быть, даже не один. Я не знаю. Сейчас посмотрим на скорость производства. Я вижу, что вот здесь уже жара пошла, а вот здесь еще нет. Давайте вот так развернем. Сейчас сюда приделаем. И, соответственно, все это сюда поведем, да? Ну, вот куда-то вот сюда пускай будет. Не знаю, насчет двух складов сейчас посмотрим. Ну, вроде микросхемки побежали. Слушайте, ладно, пока я тут что-то организую. Давайте два сразу сделаем склада. Пускай будет. Нет, конечно же, большой. Построил только слишком близко. Стопе, стопе. Блин, не хочется удалять мне микросхемы. Я лучше склады удалю и чуть-чуть подвину. Слушайте, ну, выглядит нормально. Я имею в виду производство в количестве, да? В каком идет. Может быть, и пойдет. Может быть, не надо ничего добавлять. Потому что здесь уже сейчас заполнится. А давайте посмотрим лучше, сколько нам нужно было для того, чтобы технологию изучить, да? Потому что я совершенно не помню. Это у нас лаборатория номер два. Блин, 1100. Ой-ой-ой-ой-ой. 1100. Это больно. Это больно бьет прямо в самое сердце. Но я держусь. Я держусь и, наверное, выберу все-таки еще и вот так. Посмотрим, что нам даст лаборатория номер два. А вот это что такое? Это электромастерская. Я просто подумал, может быть, это электромастерская 2. Но нет, это все-таки лаборатория 2. Нахрен она сейчас нужна? Непонятно. Ну, скорость, конечно, будем увеличивать. Иначе зачем? Какой в этом смысл? Я думаю, что можно продумывать какую-то дорогу. Единственное, что мне кажется, я бы хотел бы здесь организовать туннельчик, скорее всего, да? Давай попробуем вот отсюда. Вот сюда. Можно туннельчик-то увидеть? Или что? Можно, да? Можно? Можно. Все, теперь я точно в этом уверен. И я думаю, что мы вот так вот сделаем с вами. Мне кажется, нормальная тема. Потому что если я захочу увеличить количество, но что-то я сомневаюсь в этом очень сильно, то я увеличу с той стороны. А здесь я, соответственно, размещу просто грузовую станцию. Так, а где у меня микросхемы находятся? Они находятся у меня вот здесь. Ты что там, банкротиться собралась? Забей. Вообще не стоит. Вообще не стоит. Слушайте, сделать им отдельную, может быть? Да я думаю, что да, этим надо отдельную. Блин, не хочу стадион сносить. Дом? Не знаю тоже насчет дома. А вот здесь что у нас получается? Здесь нихрена у нас не получается. Это печально достаточно. А сюда? И сюда не встает. Да что ты будешь делать-то, я не понимаю? Ну-ка. Может быть куда-то вот сюда? Ну, значит, нахрен минус дом. Понятно вам? Все. Теперь мы закупаем автомобили. Мы же можем их закупить? Правильно. Да, мы можем. Мы можем это сделать здесь. Кто возит у нас микросхемы? Колитесь. Ну, скорее всего, вот эта машинка. Да, я же правильно понял. Да, возят электрических плат 11 штук. Ну, все тогда. Я, получается, настраиваю сразу на этот ресурс. И, наверное, штучек 5 закажу. Ни хрена сей история. Платы закончились здесь, да? Хорошо, что я здесь такой большой поезд купил. Ну, нормально. Все равно здесь забилось уже. А получается как? Один к одному вообще. Ну, хотя, в принципе, логично. Вот это привозится быстрее. И здесь надо было поезд побольше сделать. Да, получается? Ну, ладно, посмотрим. Сделка состоялась. Электрическая плата первая ушла в данное заведение. 104 тысячи, напоминаю вам, это стоит. И здесь у нас происходит что-то неимоверное просто. Что-то нереальное. Я не понимаю, почему это здесь происходит. Потому что я слишком много сюда засунул, да? Ну, скорее всего. Скорее всего, получается так. Вот как-то они пытаются разгрузиться. Они бы еще разгружались бы побыстрее, да? Было бы вообще шикарно. Но вот такая вот куча машин здесь пытается что-то скинуть. Получается у них так себе пока что. Здесь уже 83. То есть я уже перестарался с машинками. Ну и хрен ты с ним. Я пока не очень понимаю, что делать дальше. Наверное, мы сейчас посмотрим с вами на лабораторию. Надо, знаете, доиграть вот до такого места. Вот как бы вроде ты уже наигрался, но еще тебе не надоело. И вот мне кажется, это то самое время, когда вот нужно подводить итоги. Не стоит дальше идти, даже если дальше есть какие-то еще схемы. Потому что просто может быть уже какая-то точка невозврата. И, соответственно, ты уже никогда не заходишь поиграть еще раз, да? И так далее. В общем, тебе просто-напросто надоест. Это как чего-нибудь переесть, да? Вот один раз переел, и все, больше никогда есть этого не будешь. Не хочется получить такой эффект, поэтому мы, наверное, будем аккуратненько на все это дело смотреть. Ну, лично я в ожидании лаборатории. Можно? А, все, извините, понял. Что там? Банкротства удалось избежать. Это замечательно. Лаборатория номер два. Ну и нахрен она нужна? Ну вот вам лаборатория номер два. Начать исследование. Ничего не поменялось. Скорость изучения только меняется, да? Нам надо вот это собрать. А, вот оно что? Это что у нас такое? Радиоприемник, телевизор, вычислительные устройства. Первый компьютер, чтобы пройти игру. Хорошо, подождите. Давайте тогда по-другому подумаем. Если мы говорим про то, что вот это нужно изучить с помощью плат и медной проволоки, а вот это из чего делается? Что это такое, я не понимаю. Это же деревянный каркас, чертова дери. Да, это прикольно. Это прикольно, пока не очень понятно. Хорошо, давайте попробуем сделать следующее. Это я построил просто для эксперимента. Мы сейчас вот это все убираем. Где я там провожу медную проволоку? Провожу, произвожу, конечно. Вот здесь машинки ее везут вот сюда. Склады не заполняются. Склады здесь. Что говорят нам вообще по этому поводу? Что здесь слишком много всего. Хорошо, мы тогда сейчас делаем план-капкан. Я не буду сейчас чего-то придумывать. Да, на самом деле. Я сделаю следующее. Я бахну сюда, соответственно, коннектор. Сделаю еще один склад для этого барахла. И это барахло начнет копиться. Соответственно, дальше мы про что думаем? У нас здесь есть дорога, у нас есть соединение. И мы можем вот на эту станцию привезти, соответственно, другой ресурс. С помощью автомобилей. Не буду я никакие поезда сюда проводить. Я немножечко устал от прокладки поездов. Да и, если честно, вот нет у меня такого, что мне очень нравится поезда. Больше я как-то, наверное, по машинам. Хотя и то не совсем любитель. Давайте сделаем здесь два склада, потому что нужно очень много проволоки. Зарядим сюда именно ее. Возможно, даже я здесь тогда проложу какую-то более прямую дорогу, чтобы машинам не приходилось объезжать черт знает где. После чего мы сейчас с вами, наверное, это к десяток машин запустим. Ну, я не знаю, может быть, насчет 10 я, конечно, борщанул, но я запущу именно 10. Сейчас вот огромная вереница автомобилей отправилась за ресурсом. И скоро нам она его привезет. Я в этом не сомневаюсь. Предприятие обанкротилось. Бывает такое. Это жизнь, да. Здесь надо держать ухо востро. Потому что если сам себе не поможешь, никто тебе не поможет. Вот замечательно. Давайте тогда мы сюда бахнем в лабораторию. Я так думаю, что даже не одну, скорее всего. 14 ляма, кстати, такая лаборатория стоит на секундочку. Ну, я думаю, что с миллиардом на счету можно вообще не запариваться. Что-то нам привезли. Вот это, да, нам привозят. Вот, первая проволока пошла. Я не знаю. Я не знаю и пока не очень понимаю, насколько такое количество здесь действительно нужно. Но я думаю, что нужно, да. Потому что если мы сейчас начнем вот это исследовать, я имею в виду производство электроники, а мы, конечно же, начнем, то понадобится очень много этого ресурса. Не, ну явно не хватает. Явно не хватает, и я буду добавлять. Я буду добавлять еще 6 штук, например, я так решил. Сейчас у нас будет полный рандом в действиях. Я не буду вообще думать ни о чем. Я просто буду добавлять. Потому что мы хотим посмотреть. Мы хотим посмотреть, что из этого получится. Ну, понятно, в принципе, что из этого получится в целом. Но, тем не менее, вот что-то кто-то забирает. Да, почему-то не полный уехал. Вроде плат на складе максимальное количество. Возможно, я добавлю даже еще машины. Не знаю, пока не очень понимаю. Но понимаю прекрасно то, что рано или поздно мы технологию с вами изучим. Уже 26, 27, 28. И достаточно быстро это все двигается. Ну, давайте будем дальновидными. Возможно, нам понадобится все-таки действительно деревянный каркас. А где деревянный каркас делается? Ну-ка, покажи мне рецепты. Нет, здесь он не делается. Он, наверное, делается вот здесь. Да, я правильно понял? Да, вот он. А, здесь нужна железная деталь. Черт ее дери. Железная деталь. Интересно. Интересно. И что с этим можно придумать? У меня здесь железа не хватает на это все дело, да? Я же правильно понимаю? Ну, конечно, не хватает. Хотя вот здесь можно как бы и украсть. Может быть, да? Даже построить здесь большой или еще один просто склад. Давайте так и сделаем. Мы сейчас... Блин, а сюда не влезет. Да нет, влезет. Я думаю, знаете что? Вот так вот мы сделаем. Мы сейчас вот здесь говорим железная деталь. Вот здесь вот говорим коннектор, чертова дери. Это все сюда поедет. А тут я, конечно же, добавлю еще один пресс. Не, ну ты им хоть железо сюда привози. Я уж прям не знаю. Как у нас тут дела? Идет изучение. Уже 40. Сейчас мы ускорим. Я думаю, что попрет. Ну, привозят. Видите, сразу расходуется. Потому что 7 идет на 1. А у нас 2. То есть 14. И тут как бы не угадаешь на самом деле. Конечно, в дальнейшем это все можно будет сносить к хреновой матери. Потому что смысла в этом никакого нет. Нам главное посмотреть, что там дальше. Мне кажется, я тут, знаете, что немножко неправильно поступил. Но если что, это очень легко переделать. Я имею ввиду неправильный склад поставил. Надо было ставить ближе сюда, чтобы он до сюда дотягивался. Где-то здесь сделать перевалочный пункт и куда-то отвозить там, где мы будем производить. Ну, подумаем над этим попозже. Хочется просто посмотреть на вот эту технологию. Уже посмотреть, что нужно для следующей. И из этого будем уже исходя плясать. Слушайте, ну я просто в режиме ожидания. Я пока не понимаю, мне понадобится действительно производить вот эту вот штуку, да? Ну вот что здесь, например? Ну, конечно же, надо сохраниться в то время, когда я хочу что-то сказать. Вот это вообще не понимаю, что такое. Вот это понимаю, да? То есть, а вот это как бы я хрен его знает. Столярные работы. А-а-а! Продвинутый деревянный каркас. Блин, ну это сложно будет сейчас мне сделать. Я уже немножечко расслабился, да? Уже не хочется думать. А вообще, может быть, стоило бы подумать. Ну, я не знаю. Представьте, да? Нам нужно где-то здесь производить стекло. И напомните мне, что там нужно было еще. Где это я там посмотрел? Дайте мне гребаные технологии. И где-то, где-то здесь это все было. Значит, смотрим еще раз. Здесь у нас идет обычный каркас и стекло. Ну, хорошо. Ладно. Раз технология изучается, давайте обычный каркас попробуем произвести. Нам понадобится для обычного каркаса. Посмотрим еще раз. Доска и железная деталь. Доски едут вот отсюда. Они здесь в огромнейшем количестве. И, в принципе, тогда мы могли бы вот здесь украть досок. Да? Куда-то вот сюда, на самом деле, их увезти. Даже вот так вот, может быть. Хватит вам там досок. Не надо перенасыщать предприятие. Зачем вам это надо? Вот сюда все это выводим. Поворачиваем. И теперь нам нужно где-то это все объединить. То есть, если мы берем вот отсюда вот эти штуки, то, соответственно, нам привезти их нужно сюда. Не поверите? И, может быть, воспользоваться вот этой вот историей. Слушайте, хороший вариант, кстати. Ну-ка, давайте попробуем. Если я поверну вот сюда. Блин, хрена тут повернешь. Ну, потому что машина мешает. Вот, если я поверну сюда. Блин, они теперь разворачиваться будут ездить, черт знает куда. Подожди. Секунду. Вот так я сделаю. Это что это такое? Не подскажете вы мне? Так, мой план. Мой план был такой. Я вот здесь хочу... Да можно мне, пожалуйста, туннель? Вот здесь хочу туннель. Можно так сделать? Нельзя. Это грустно. Это грустно, потому что тогда не выходит, да? Тогда не выходит. И это вдвойне грустно. Ну-ка, подожди. А если я делаю вот так вот? Терминал. Блин, чуть-чуть не дотягивается. Чуть-чуть вообще не дотягивается. Ага. И туда туннель я тоже не проведу. Отсюда. А вот отсюда как раз дотягивается. Вот почему я хотел здесь. Ну-ка, дайте-ка я еще раз попробую. Надо констатировать факт, что дорогу-то я построил. Но вот с туннелем не очень хорошо вышло. Блин, печально. Не получается. А здесь что-то удалять рельсы я просто физически не могу, потому что они у меня катаются по назначению. Что можно еще сделать? Вот здесь что-то бахнуть, да? Вот эти вот дома, например. Давайте их удалим к чертовой матери. И посмотрим, дотягиваешься. Блин, не дотягивается, да? Да я даже построить его здесь не могу. А в чем здесь проблема? Объясните мне, пожалуйста. Вот здесь при этом могу. А вот здесь нет. Ну-ка, хорошо. Вот здесь вот если я построю, да? Давайте проведем эксперимент. Я возьму склад. И бахну его вот сюда. Вот так вот, как я и говорил ранее. Сюда детальки. И зря получается я дома удалил. Ну ладно, такое тоже бывает. И вот этот до склада дотягивается. Что мы делаем дальше? Мы просто делаем коннектор. Не поверите. Который из этого склада будет подавать туда. Влага мы здесь, так сказать, неприкосновенный запас накопили. И теперь можем передать спокойненько вот сюда. Передаем или что? Нет, не передаем. Передаем за проезд. Все, погнали. Заполняем вот этот склад. И с этого склада уже везем туда, куда нам надо. Короче, я надеюсь, 4 машины хватит. В принципе, можно здесь уже приступать к производству. У нас с вами появляется тут неровная поверхность, как минимум. Да, давайте ее немножко поправим. Ну, например, вот так. Например, вот так. Да, почему бы и нет. Вот так. И здесь уже поднимем конвейер, да? Ну все, замечательно. Будем действовать по нашей старой проверенной схеме, которую все мы уже знаем. Единственное, что меня здесь максимально раздражает вот в этом, это то, что гребаный конвейер на выход, ну точнее все три конвейера расположены в одну сторону. Но это максимально неудобно. Это просто неудобно, да? То есть, в принципе, даже можно вот так вот построить. Наверное, через шифт все-таки. Да? Может быть, даже вот так и даже вот так. Но вот это, конечно, перебор. Здесь надо поправлять. Но я не знаю, прокатит ли, не прокатит. Мне что-то кажется, что не прокатывает моя схема здесь волшебная, потому что я склад слишком близко поставил. Ну да. А вот это уже плохо. Это очень плохо. И что вы мне хотите сказать? Переносить нахрен склад? А, кстати, в нем ничего пока нету. А давайте-ка быстренько, быстренько, пока машинка не подъехала, мы с вами так и поступим. Вот так. Здесь говорим вот так. И что-то никто ничего не везет. А, нет, везет. Но мне, если честно, есть подозрение, что вот этого тоже не хватит места. Но сейчас проверим. Не пойму, прокатывает, не прокатывает, да? То есть, пока что не ясно. А я могу туннель делать длинный. Я что-то так ни разу не делал. Вот туннель. И вот здесь, да, он выходит. А, ну тогда все прокатывает. Тогда вот вам третья получается, да? Ну, например, не знаю, неважно. Это может быть что угодно. Что угодно может быть. Давайте здесь сделать так. Да? Сейчас главное все соединить как надо. А потом уже подводить ресурсы. Но тут, я думаю, всем все понятно. Надеюсь, что хватит этого количества. Так, что я не подвел? Вот это я не подвел. Нет, здесь уже туннель нам не нужен. Здесь получается вход. И нужно теперь опять же все нахрен правильно разворачивать. Что-то мало привозят. Или просто скорость маленькая. Давайте пошустрее сделаем. Ну, погнали производить. Здесь каркас получается. Сейчас, когда запустим производство, уже скажу вам, нормально все у нас или что-то не так. Там уже будет понятно. В любом случае, это как бы вот сюда все поедет, да? Через коннектор, соответственно. И я надеюсь, что технология уже готова. В принципе, можно сейчас глянуть. Нет, еще не готова, еще изучается. Ну, и даже хорошо. Мы успеем пока дела с вами поделать. Значит, это все сюда. И вот этот выход у нас поедет. Ну, вот сюда, получается, и поедем, да? Только здесь по классике. По классике можно в другую сторону. Все, теперь нужно подводить ресурсы. Давайте мы тогда здесь выведем ресурс. Он пойдет у нас, например, вот тут. Опять же, почему-то в другую, в какую-то сторону. Непонятно зачем. Здесь погнали. Первый пошел. Ну, а здесь, я думаю, вы понимаете. Здесь просто у нас пойдет доска, которая поедет тоже на завод. Ну, что с технологией-то? Расскажите мне, расскажите, конечно. Вычислительное устройство. Ё-моё, вы посмотрите, какое количество. Три шестьсот телевизоров, две триста радиоприемников. Нет, я, наверное, морально не готов к этому, да? То есть, ну, это еще очень долго. И, в принципе, я как бы вот тот момент, да, как я и говорил, я немножечко наигрался. Ну, не знаю. Может быть, на каком-нибудь стриме было бы прикольно. Так сидеть, писать видео в три часа, чтобы потом вырезать из этого сорок минут адеквата. Наверное, смысла нету все-таки, да? Вот вам, пожалуйста, каркас. Вот вам что-то еще. Ну, если так посмотреть, давайте посмотрим, кстати, то получается, что не очень-то сложные рецепты, да, по-хорошему. Ну, относительно. Да, где это вообще? Везде требуется электрическая плата и везде требуется либо продвинутый, либо обычный каркас. Хорошо. А если мы говорим про следующий этап, да? Вот вычислительное устройство. Изобретайте первый компьютер. Да, ну и, собственно, с помощью всего вот этого в скопе мы просто выигрываем игру, то есть, в принципе, тут не будет никакого нового рецепта по производству, то есть, просто тупо нам нужно это сделать, и игра на этом заканчивается. Я, если честно, не очень понимаю, хотя нет, на самом деле я понимаю, по крайней мере, в меню игры написано, что это альфа-версия, и, соответственно, должно быть очень много еще всего. Ну, если я правильно понял, не знаю, ну, это какая-то пре-альфа, не-альфа, не знаю, в общем, эти все названия. Это ранний доступ. В любом случае, ранний доступ подразумевает под собой то, что мы к вам выкатили сырой продукт, вот он, посмотрите, как это все работает, и мы сейчас вам добавим контент, да? То есть, как я вижу это? Возможно, появление самолетов, не знаю, может быть, я не прав. Возможно, появление водного транспорта, да, и, соответственно, генерация карт с большим количеством воды. Исправление вот этих всяких косяков, которые мы с вами встречали, я бы очень хотел, чтобы это все исправилось. Да, косяков было немного, если честно, они как бы не очень сильно на геймплей повлияли, то есть не было такого, что я словил какую-то критическую ошибку, из-за которой не смог там дальше играть. Да, нет, это не так, но все равно хотелось бы, чтобы таких вещей было поменьше. Возможно, я просто уже придираюсь. Мне в любом случае понравилось. Надеюсь, что вам тоже. Конечно, понимаю, что просмотров было не очень много, и всегда, всегда я угораю с того человека, который заходит на видео, которое посмотрело где-то 40-50 человек и ставит туда дизлайк, вот уверенно ставит. Блин, дружище, я тебе передаю лично огромный привет, я с этого просто ору, то есть это не вызывает у меня никакого негатива, вот без негатива реально это угарно. Я желаю тебе всего хорошего, я просто не очень понимаю, какая мотивация, но давайте все-таки по игре. Действительно крутая штука, жду обновлений, и как только обновление появится, я буду, конечно же, держать в курсе. Не буду по каждому обновлению, там появился новый тип грузовиков, давайте на него посмотрим и запилим прохождение. Конечно же нет, будем по классике ждать чего-то более глобального, тем более есть уже поддопиленная игра про освоение спутника кого-то там, да, какой-то планеты. Что там была за планета, я забыл, но в общем вы помните. «Industrials of Titan» мы с вами играли, и вот в игре уже появилось много контента, мне просто максимально ассоциируется она именно с ней, потому что такая же воксельная графика, и собственно хочется туда тоже зайти и посмотреть, что там нового появилось. Я вот с последнего прохождения туда заходил, посмотрел, не было ничего новенького, потом вроде сейчас смотрю, какие-то новости появились, поэтому туда мы тоже обязательно с вами заглянем, но прежде чем мы заглянем туда, у меня все-таки есть еще одна игра, которую я хотел бы посмотреть, и вы ее, конечно же, скоро увидите. Ну а вам спасибо за просмотр, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, до новых встреч, и пока-пока.